Слава Богу, продолжаем четвертый урок, получается, по записи четвертый, пятый уже даже. И благословляю всех вас, друзья, продолжаем тему «История Восточной Церкви». История Восточной Церкви. Из того, что сейчас вопросы прозвучали, теория замещения, она на самом деле возникла в это время, но еще и раньше, конечно, еще и раньше, еще Оригена, и даже еще до Оригена. Оригена-то очень хорошо выразил просто, а до него еще, во втором веке еще, Папа Римский Виктор уже, в общем-то, это провозгласил подобное, что идея такая, очень простая, что Бог раньше любил евреев, свой еврейский народ, а потом взял и разлюбил. И вместо, почему замещение? Вместо теперь евреев, вместо Израиля теперь церковь. Но Папа Римский Виктор, он во втором веке предложил по этому поводу как раз следующее, отмежеваться, чтобы от евреев сделать празднование Пасхи, допустим, в другой день, не вместе с евреями. Ну и другие вещи. Но при Константине, значит, это стало уже законом. Те мнения, которые высказаны были во втором, третьем веке, при Константине в четвертом веке стало законом уже, правилом, общим правилом. Так что до сих пор приходится нам разгребать то, что тогда, в общем-то, сделали. Есть кашу, которую заварили тогда, в то время, до сих пор. Это очень такая непростая история, на самом деле, очень простая, очень болезненная. И, знаете ли, грешить проще, каяться сложнее. Вот, действительно, вот, отрываться было от корней, от традиции было проще, возвращаться очень сложно, с большим скрипом. Хотя в последние десятилетия, говорят, вот, ну, по всему миру такая тенденция. И в разных церквях, в разных странах, особенно в Америке, в США, вот, там пишут служители, такие мировые известные служители, что за последних 50, они пишут лет, колоссальнейшие изменения вообще. Если еще лет 50 назад, допустим, ну, чем-то еврейским, в христианских церквях можно было людей просто шокировать вообще. То есть, сегодня в большинстве харизматических, писательских, баптийских, адвентийских даже церквей разных, и шафары, и талиты присутствуют, и молитва еврейская, и интерес к торе, интерес к традиции еврейской. Это, ну, такое знамение времени, знак того, что церковь возвращается к тому, что потеряла. Дело, конечно, не в даже видимых этих знаках, а вот в самом отношении. Израиль сегодня все-таки большая часть христиан благоставляет, большая часть, именно евангельские мыслящие, верующие христиан благоставляет, не проклинает. Вот, это очень большое достижение. Вот, в православии это очень серьезная проблема, беда, да, потому что, если католическая церковь отказалась от проклятий в адрес Израиля, да, это хорошо. Но, вот, значит, то протестантские церкви такое не практикуют, слава Богу, у нас особенно, допустим, да. Вот, а в православии это большая беда. Хотя, вот, когда я приехал в Украину в 97-м году, был, вот я говорил, да, у Любомира Гузера гостил, то, знаете, один из моментов, который меня очень сильно порадовал. Почему, вот, Любомир, он очень сильно подкупил меня этим, вот, ну, как вы говорите, шире сердце, да, он такой очень интересный был человек такой, да, вот, принимающий, располагающий, как отец. Вот, и, знаете, один из вопросов, я его доставал разными вопросами, интересовался, мне бы интересно было, как то, как то, как это. И вопрос, значит, по поводу антисемитизма, по поводу еврейского вопроса, да, если можно, спасибо. Да, 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 спасибо. Вот, и, знаете, он меня порадовал тогда, удивил, тогда я вообще ничем не пользовался там, интернет не знал, что такое там и прочее. Но он меня порадовал следующим, что еще в конце 80-х, начало 90-х, люди, которых он очень хорошо знал, украинские служители, значит, они делали переводы, значит, текстов, богослужебных, на украинскую мову. Украинский, париклад, на украинскую мову. Перевод на украинский язык. И, что интересно, они не просто переводили, да, спасибо, они производили такую, как бы, реформу этих текстов. И он рассказывал интересный момент такой, еще Иосиф Слепый был такой, значит, когда-то в Риме, там, он заявлял о необходимости вот этих переводов с изъятием всех этих антисемитских текстов. Так вот, и Отцы Василиане, еще кто-то занимался этими переводами, тысячи текстов из богослужебных вот этих книг были просто-напросто изъяты. Вот, и или же перефразированы были в таком уже не агрессивном таком форме. Одним словом, Украина, мовные церкви, с самого начала 90-х, вот, евреев не проклинали, все. То есть, получается, что в Украине, значит, большая часть, хотя большая часть, вот, до недавнего времени была московская церковь, а сейчас примерно 50-50, так вот, расположение сил. Вот, но до недавнего времени, все-таки большая часть церквей относились, православных здесь, в Украине относились к московскому париархату. Но проблема в чем, что московская париархата церкви, я это знаю, как сам священник выходец из московского париархата, вот, там служение совершается на старославянском языке. Вот, книги фактически, ну, в 1971 году делали небольшой пересмотр, небольшие изменения были сделаны, ну, там буквально 10-20 максимально, и то очень так вот, незначительно. Не касательно даже евреев даже. Так вот, а пересмотра не было, и до сих пор, вот, к сожалению, на старославянском языке вот эти тексты все звучат. А там проклятие в адрес еврейского народа, обвинения евреев, антисемитские тексты, ну, скажу, в духе геббельсовской пропаганды Третьего Рейха. Самое интересное, они звучат до сих пор. Вот, в Украине тогда, в 1997 году, меня что удивило, вот, быв там во Львове, я заходил в разные храмы, в том числе в храм московского париархата, мне было интересно посмотреть, вот, как бы, на религиозную жизнь, там, греко-католические, православные, разные храмы. Там, там, заходил в костел и смотрел, вот, польский костел, мне понравилось кое-что, конечно, не понравилось. Но, что меня удивило, что, когда после разговора, вот, с Любомиром, как раз на эту тему, думаю, надо же, интересно, если украинские церкви, они отказались от проклятия в адрес еврейского народа, я тогда уже, как раз, смекнул, что это будет благословением для этих церквей. Вот, но, к сожалению, конфликт был неизбежен, потому что, все-таки, большая часть церкви, особенно на востоке Украины, вот, Донецкая область, Луганская область, значит, стояли очень четко на позиции московского париархата. Вот, и проклятия в адрес еврейского народа до сих пор звучат там. Вот, и патриарх Кирилл, тогда он еще в начале 90-х был митрополитом, архиепископом, а потом митрополитом, смоленским, калининградским. В 91-м году, я, будучи тогда молодым священником, служил иереем, священником, одним из священников в соборе, в Борисоглебском соборе города Рязани служил. И, знаете ли, как молодому священнику для меня было, ну, очень так чудно, и такой стресс был. Я прочитал в журнале «Родина» и какой-то еще журнал публиковал, интервью, «Огонек», по-моему, и какой-то еще, переиздание, были, перепечатывали статьи эти, интервью как раз вот с Кириллом Гундяевым, да, будущим нынешним патриархом московским. Так вот, и это интервью, скажу так, произвело тогда маленькую революцию даже, ну, такую небольшую, поповскую революцию, потому что, не знаю, как ее обсуждали там светские люди, но церковные, а особенно священнослужители ходили и многие возмущались даже. Даже в Рязани, допустим, я знаю, там, я помню, там, этот протодиакон вышел и там прилюдно возмущался перед другими священниками. Как же так, значит, позорить церковь русскую Кирилл этот? Дело в том, что тогда в этом интервью ему задали вопрос по поводу еврейского вопроса. Как вы относитесь, значит, к еврейскому вопросу и нужно ли русской церкви пересматривать свое отношение к евреям? Самое интересное, тогда Кирилл ответил очень прогрессивно. Он ответил так в интервью, что церкви русской православной необходимо пересмотреть вопрос еврейский, снять всякие обвинения, они глупые эти обвинения в адрес еврейского народа, и изменить тексты богослужебные, чтобы не было проклятий в адрес евреев. Вот так вот, это его интервью тогда сделало очень серьезное такое, ну, скажу, брожение среди священников, такое, ну, как вот, знаете, как улей потревожили. Я приехал туда на Фрунзе, там, значит, в Рязани было, значит, епархиальное управление, как муравейник такой потревоженный, или улей потревоженный. Да, но это было лишь интервью. К сожалению, до сих пор он уже стал патриархом, уже не первый год патриархом, и ничего не было сделано в этом отношении абсолютно, абсолютно. Но, то есть, также на старославянском языке, хотя он тогда говорил, что хорошо бы все-таки в России научиться молиться на русском языке, вот, старославянский мертвый язык, носителей языка этого давно уже нет. Еще Михаил Ломоносов жаловался, что в 18 веке, что этот старославянский, мы не понимаем его, и что в цепи необходимо проводить на великоросском языке, как он писал Михаил Ломоносов. И даже пробовал делать переводы некоторых текстов богослужебных, в частности в Шестопсалме, других переводов. Но Синод забраковал Ломоносовские все переводы, а в 19 веке их признали, эти переводы, шедеврами российской словесности 18-го столетия. Вот так вот, господа. Так что, вот, это было дело не в плохих переводах, а в нежелании церкви меняться и быть понятным людям. Я в Москву приезжал тогда, тогда же, в 1991 году, в Сарязани, я часто бывал там в Москве, электрички ездил часто. И у меня там были некоторые священники, с кем я общался, на ВДНХ, там как раз такое поповское свое было такое собрание, будем так говорить, общение. И я, ну я молодой самый там был священник, там уже все постарше были, я такой первый там, ну как, был диаконом того. В 1991 году только стал священником Иереева, только несколько месяцев тогда служил священником. Вот, а там были священники, которые уже там по 20, по 30 лет уже служили священниками, то есть мне было больше интересно послушать их. И вот там один из вопросов был такой, общались там, вот, и вопрос был, а почему бы вот, ну все-таки, ну, не на русском языке проводить служение, почему на старославянском, которое никто не понимает, даже сами священники, собственно, как бы мало понимают его. Да, значит, вот, значит, и... Не поняла, о чем говорили. Даже покойный, покойный уже Сергей Сергеевич Аверинцев, академик российский, он тогда был еще жив, вот, застал я его тогда живым еще. Вот, он тоже выступал там в Москве, значит, не раз на эту тему. И, значит, Сергей Сергеевич, он лингвист, академик, из старых еще академиков, будем так говорить, настоящих. Вот, и он как раз выступал за перевод текстов на понятный русский язык. И он даже говорил, такая фраза у него была интересная, потом я узнал, что она часто ей воспользовалась. Заходя в храм, говорит, я снимаю шляпу, но не голову же. Мне хочется понимать, что там происходит. Я, говорит, академик, лингвист, я не могу понять вообще, что происходит. Вот, значит, и, знаете, да, значит, что негоже, как бы, ставить между Богом и человеком еще языковой барьер еще. Знаете, и так куча барьеров, еще плюс языковой еще барьер. Ну, ладно, и один из высокопоставленных там священнослужителей московских, тогда возле Алексея, тогдашнего второго, был он, он сказал такие слова, что грамотный прихожанин, знаете ли, говорит, Сергей Сергеевич, грамотный прихожанин, это слишком опасный прихожанин. Неудобный. Неудобный. Вот, значит, да, значит, то есть, как бы, и дальше он что-то говорил еще, но я вот дальше не запомнил. Вот эта фраза меня вообще очень сильно впечатлила. Вот, значит, нежелание служить на русском языке было лишь связано с тем, что, действительно, не хотят, чтобы, вот, хочется, чтобы, знаете, люди, заходя в храм, чтобы они голову свою тоже снимали, чтобы вот было все такое мистическое такое, чтобы люди понимали, что это не для средних умов. Знаете, как вот в 80-е годы, помню, вот эта гомиолетика, мне так она не нравилась, значит, хотя я сдал ее хорошо, но мне не нравилась, знаете почему? Потому что сам посыл был неправильный по гомиолетике у нас один раз в Ленинграде был на занятиях, а в основном в Москве. И там, знаете ли, на этих лекциях что звучало? Самое главное, священник должен дать понять прихожанам, что все, что он слышит, это не для средних умов вообще. Это не его умодело вообще, это дело специалистов, вот, которым, как бы, сам Бог велел. А вам, ваше дело небольшое. Вот, и поэтому по гомиолетике, основные приемы гомиолетики у нас были такие, мне они не нравились. Ну, там, надо походка, выйти, ты должен сразу показать, что ты умнее всех. И, притом, на много порядков, знаете ли, ты сошел, вот, как бы, вот, к ним, к смертным простым, должен глазкой закатить, там, перекреститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры и сестры и сестры. Короче, так вот, и усыпить их на первое же предложение. Вот, значит, да, значит, и потом уже дать понять, что то, что прозвучит и то, что вообще совершается в храме, это не твоего умодела. Твоего умодела прийти, справить свои религиозные нужды и уйти, все. Пустынь пришла. Поэтому говорят, знаете, как вот, один батюшка потом пародировал, говорил, ну, это как храм превратили в туалет, говорит, понужнее бегает, вот, справил свои нужды религиозные, полегчало, о, полегчало, все. Потом приспичило, бегом, куда, а, пойти в храм, ну, да. Ну, и сейчас слегчают-то. Да, че ж... Че ж не легчать? Серьезно. Да. Это как пародировали там харизматов, финансовый прорыв, говорить. Понятно, чего прорывка, карманный прорыв. Можно по-разному все это интерпретировать, конечно. Вот, но на самом деле, знаете, друзья, вот, на самом деле, евангельская проповедь, она должна не быть не в словах убедительных человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Аминь. И вот то, что обычно в христианстве называется проповедью, в библейском смысле, евангельском смысле, как правило, проповедью и не является вообще. Вот, поэтому это, чаще всего, это как демагогия, болтовня религиозная. Вот, и информатика в лучшем случае. Вот, а в восточном православии, как правило, к сожалению, тогда, вот, в конце 80-х, это была, ну, сплошная мистика. Знаете ли, нам говорили о мистическом богословии. Эта тема, кстати, в Ленинграде не так это было, а вот в Москве было, ну, в Загорске тогдашнем, в Загорске, в Сергии Посад нынешний, вот так сейчас это стало называться, раньше Загорск. Вот, там строилось все на мистическом богословии. Даже нас на послушание все время посылали именно куда? К монахам. Вот, считалось, что монахи, они как бы, значит, ну, духовный костяк, хребет. Вот, я был возле этих всесоюзных батюшек не раз. Их называли как всесоюзными батюшками, да, вот, Наум Кирилл тогда. Ну, еще Георгий там был, там, Чесноков там такой, бес обгонял там. Вот, значит, там, да, был такой экзорцист. Не знаю, сейчас жив он, не жив, но тогда вот в конце 80-х он там гремел. Вот, значит, и нас на послушание посылали то туда, то сюда, значит, к этим старцам. Возле, да, возле Наума я бывал не раз, именно целый день, с утра до вечера на послушание к нему. Ну, он такой был добрячок такой, он, как правило, нас, молодежь, он не гонял никуда, значит, и сильно работать не приходилось. В основном он просто, говорит, стой, молись, крестись, слушай, и все, что-то подай, принеси, и все. Вот, значит, это Георгий, там, этот, Герман, как его, Чесноков, он гонял всех там, вообще, там, он бывший, говорит, военный, он всех там, строил, будь здоров, вообще. Вот, значит, и он еще, плюс, еще и к бесов гонял, так там... Так и к бесов ловили. Ой, там такое было дело, там, значит, там, как же храм назывался этот, Загорский-то, Святого Духа, что ли? Кстати, вот небольшой такой храм такой, там, вот, где как раз вот это все происходило. Я уже забыл уже, уже сколько лет прошло, значит, но самое интересное, тем более там бывал я нечасто на этих послушаниях, ну и слава богу, потому что там насмотрелся там гадости таких. Там, значит, короче, набивается, представьте, полное, вот это, небольшое помещение, вот как здесь, допустим, ну, чуть побольше, вот, полную народу со всего Советского Союза. С Украины там полно было народа, отовсюду. Вот, значит, люди с признаками одержимости, болезни, там, значит, там, значит, там, в основном, ну, как бы, знали, что он бесов будет менять. Вот, значит, и семинаристы, что надо было нам делать? Закрывать вовремя, как раз, ворота, не открывать, кто бы, что бы ни говорил, что бы ни происходило, короче, открывать нельзя. Пускать всех на воздух. Вот, значит, да. И, значит, а этот Герман, у него голос такой-то, хух, такой. Значит, и он это, а он, знаете, как на своей волне, он, вот, ни на кого внимания обращает, там, пока он от и до все не прочтет, никого не выпустит вообще. А там такая, и духота сразу, и смрад, и кого-то, кто начнет кричать, а одна закричит, истеричка там, другая начинает, третья. Вопль такой, что, значит, ну, святых выноси, знаете ли, вот, значит, крик такой, кого-то стошнило, а кого-то стошнило, а там все замкнуто, и там все, ну, впритык-впритык. Другого стошнило, третьего. Ну, мы потом шла в эту блевотину, потом с пола все это соскребали, это такая, жуть такая была. А кто-то спотнулся, упал, вот, и весь сам в этой блевотине, никого не выпускают оттуда. Бесы вгоняют, кричат, значит, все в смраде, там, значит, там, как преисподь. Вот, кстати, значит, я потом спрашивал там некоторых матушек, которые там постоянно живут, значит, жили там, да, постоянно, вот, которые там уже лет 40-50 лет даже, каждый день там находились. То есть это матушки такие, которым уже за 80-м, и многие из них были еще 19-го века родом, вот, значит, то есть в 80-х годах им было там за 90, вот, значит, такие старицы. И они вот там лет 50, допустим, вот, каждый день без пропусков, без выходных, допустим, там при лавре, все. То есть это женщины, которые знали все, знали, и это, ну, как бы, значит, там, они могли кого хочет научить и чему хочет научить. Вот, вот, и таким бабушкам тоже, матушкам этим обращался, и некоторые из них махали руками, потом я подходил, спрашивал те же самые, что и 30 лет назад, и 40 лет назад, порой, порой десятилетиями те же самые люди приезжают и говорят, им полегчает, потом их снова привозят, вот, и они, короче, вот, ну, батюшка, ему виднее, как бы, он молится, как бы, кому-то легчает. Но они больше судили не батюшку, а вот этих вот людей, вот, значит, видимо, они там мало крестятся, все. А, нас учили еще что? Значит, креститься, значит, потому что бесы могут, знаете, как вот, в Скубиду там отлететь, там, отрикошерить, там, как надо было блоки ставить вовремя, короче, вот, и там, если беса с кого-то выйдет, а чтобы тебя не отрикошетило, там в Шаолине отдыхает, короче, там семинаристы так махали, ой, это надо было видеть. Я, наверное, не меньше, просто я себя не видел вообще со стороны, знаете, вот так вот, когда потом вспоминал, уже повзрослее стал, думаю, ну, лучше мы занимались вообще, ну, а серьезно, люди верили, значит, да, Ну, помялся, уже шатался. Да, значит, и там... Как? Все закрыто. Кто его знает? Потом один батюшка мне рассказал такой секрет, потом батюшка такой старенький, он лет 50 был священником, протеарей, такой старый, такой же батюшка, Не монах, кстати, не монах, он из белых священников Показывал мне, молодому тогда, еще неопытному Он видит, пожалел моей неопытности, решил подучить, да, кое-что показать Он так раз так, ряса так у него распахивалась, он так раз мне показывает Смотри, говорит, смотри, ну, здесь ведьма на ведьме, говорит, и ведьма погоняет Будь осторожен, говорит, сынок, посмотри, говорит А у него там ряса так распахивает, и там есть целый блок булавок Больших, мало Это, говорит, оно, в принципе, мало помогает, говорит, но, говорит, иногда помогает Поэтому, говорит, ну, рекомендательные такие, знаете, я думаю, он прикалывается А он на полном серьезе Не, ну, взрослый человек, сколько лет прослужил, лет 50 прослужил священникам, да Митрофон на протереи, там все, со всеми наградами, значит И вот на таком допотопном уровне, да, вот, духовном, вот, находящемся Прошли, я тогда, ну, я думал, может, я что-то не понимаю, ну, да, 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 отче, там, благословитель, все, значит Ну, булавки я, правда, не носил, но, как бы А, еще он говорит, вот, если там, значит, будешь на приходе, там наверняка бы ведьмы у тебя будут всякие Так вот, ты, говорит, приедешь в церковный дом, сразу веник переворачиваешь, ставь вот так вот, ну, кармашками там на входе Потом, ну, я вас не учу таким вещам А то сейчас на экзамене, что нужно от ведьмы? Забудьте, это надо стереть Ну, там, короче, многим приемом меня научили Ой, какой прием Да, это, в принципе, элементы белой магии Но самое, знаете, вот, и смех, и грех То, что, вот, вроде смешно, но ведь, понимаете ли, старые люди, священники многие, да, живут в таком страхе И верят в такие глупости, понимаете ли Почему? Сегодня я знаю, я имею ответы Тогда я не имел ответов Тогда я сам, ну, как бы, заблуждался Как? Веники тогда переворачивались Я, я нет, я этим не занимался никогда, значит, и Я слушал, да, да, но До этого не опускался, слава Богу Уровня такого, вот, значит, хотя соглашался, да, что, ну, не поспоришь, все-таки старший человек, там, и священник Вот, но, значит, но сам я, значит, сейчас имею ответы Потому что человек, даже сам патриарх, там, все руси, там, все Но если он не позаботился иметь Бога в разуме Если он не, духовно не возрожден Как вот Никодиму, помните, Иисус говорил, да, одному из учителей Израиля Даже не увидишь царства Божьего Хотя всю жизнь может человек пропахать на огороде царства Божьего, казалось бы, и быть вроде в том Я недавно пример такой тоже привел, и у себя в церкви, вчера как раз тоже там проиллюстрировал, да, Олег вот был как раз Что вот с этими огурцами, которые просаливаются, да, а можно бы такую подводную лодку, помните, да, пример привел Вроде как бы там все плавать, но внутрь ничего не протекает, как бы, вот, под броней такой сидеть Всю жизнь вроде как бы и в рассоле, как бы, вроде все, но не пропитаться, даже на шкурке не останется ничего Вот, наша задача, в принципе, задача огурца очень простая, да, не дергайся Попасть в этот рассол и пребывать в нем, просто пребывать Вот, я заметил еще, кстати, просаливаться Господом, пропитываться им, помогает прощение И наоборот, тормозит этот процесс просолки, не прощение какое-то, огорчение, обида Это хуже всего, процесс просолки, он останавливается, и даже наоборот, обратное получается Знаете, даже в рассоле вроде лежит, а, говорят, от ту крови какой-то сопливый достаешь, но никакой Вот, вроде бы, в рассол тот же самый, да, другие урцы нормальные, а этот вообще никакой Выкинуть только его все, вот такие бывают вещи Так что, смотрите, не зависит даже какой-то конфессии, динаминации Важно, какого-то духа Кто духа Христова не имеет, тот и не его А, тот и не его И, знаете, друзья, вопрос-то серьезный на самом-то деле Вот, все эти вещи, вот, многобожие, долопоклонства, оккультные вещи Они, самую страшную работу, какую производят, они закрывают человека от Бога Они, при всей вот этой вот комичности всего, да Многие вещи я не могу даже серьезно говорить, потому что, ну, начнешь серьезно говорить Я, ну, я часто, особенно раньше, плакать начинал просто Но мне было очень больно Порой смехом позволяет, вот, просто, как бы, анестезии такая легкая для сердца Потому что очень тяжело многие вещи такие вот переносить вот так, серьезно Многие вещи слишком серьезные, чтобы их серьезно говорить вообще Вот, и про оккультизм без смеха говорить просто невозможно Потому что это очень страшная вещь на самом деле Потому что люди закрываются от Создателя, от Бога. И оккультизм и религии это самое хорошее средство закрыться от Бога. Самое сильнейшее средство сердце свое закрыть от Бога, от Создателя. Хотя с оккультизмом откровенным там попроще в чем-то, но с религией не совсем так понятно может быть поначалу. Но на самом деле так оно и есть. Именно религия позволяет человеку, религиозное лицемерие, ханжество, формализм, позволяет человеку как раз именно закрываться от Создателя. Не дай Боже. Поэтому мое слово для тех, кто может быть себя в этих лекциях узнал где-то. Мой совет, добрый совет, как человека, который тоже прошел подобные вещи, покаяться. Мой совет покаяться. Освободись от этого. Моя мечта вообще в том, чтобы миллионы людей, одурманенных многовековой такой религиозной ложной пропагандой, освободились от этих пут разума, пут души. И как еще Василий Великий говорил в 4 столетии, что талисманы, всевозможные обереги, это не хранилища, а это узы для души. Вот я скажу так же. Всякие эти оккультные штучки, это есть как бы, по сути, не обереги, а узы для души. Человек просто-напросто попадает в западню такую, вражескую западню. Вот, и все-таки давайте, то завтра у нас будет еще много всего. У нас сегодня еще этот урок заканчивается и еще следующий урок, да? Так вот, мне нужно кое-что рассказать до момента, будем так говорить, возникновения восточного христианства, восточной ветви, вот в таком виде, в котором у нас сейчас существует. Мы должны дойти сегодня, успеть. Вот, хотя если не дойдем, то уже завтра, ладно. Я напомню, что до 431 года, обязательно запомните такой момент, потому что многобожие, это очень хитрая штука, очень хитрая штука. Вас будут пытаться порой подловить, говорить, мол, и первые христиане молились там, и тому святому, и другому, ерунда, все это на постном масле. На самом деле, исторические факты однозначно нам говорят, что не только первых, но первых три столетия там очень мало, реально очень десятки лишь, больше косвенных свидетельств. А уже с момента Миланского Эдикта, уже масса документальных свидетельств говорит о том, что христиане в это время, целых сто лет уже, даже больше, чем сто лет, свободно легальной церкви молились только лишь к Богу. Молились только лишь к Богу. Деяния первого собора, второго собора, протоколы выступлений сохранилось до наших дней. Ни в одном из них нет даже намека на молитвы, допустим, ни матери Иисуса Христа, ни какому-то умершему святому или ангелу, никому в голову не приходило. Да, были дебаты, были споры по поводу молитвы, допустим, отцу, или молитву только лишь отцу и сыну двоицы, или отцу и сыну святому духу. Разные понимания были вот этих ипостасей, как бы, значит, и прочее. Пытались, беда в том, что пытались языческими терминами, да, и философскими такими вот этими терминами пытаться объяснить библейское, библейское Бога. Но это изначально обреченно на провал было мероприятие, как бы, но пытались люди и на первом, и на втором соборе. Из этого вышло вот то, что до сих пор, как бы, вот, выдается за христианство. Вот, значит, и, но при всем их, там, разногласия, разномыслия, спорах, там, и странных, очень, таких, этих дискуссиях, никому из них в голову не приходило молиться, там, к матери Иисуса, к святому такому, 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 такому. И иконопочитания никакого не было, даже крестопочитания не было, ни крестов, ни икон, ничего такого не было в христианстве. Первые изображения, да, и первые кресты, и знаки креста, значит, и первые изображения Христа, и первые попытки молиться кому-то еще помимо Господа были после уже второго собора Вселенского, между этими соборами, но это было на таком партизанском, таком уровне, частом уровне. А на церковном началось все на третьем соборе, в городе Эфесе. И вот, помните, я вспомнил для вас Епифания Кипрского, да, того самого. Запомните его, пожалуйста, потому что это вам пригодится. Диакон Андрей Кураев как-то тогда еще в тогдашнем Днепропетровске, это было дело в конце 90-х, начало 2000-х, я приезжал туда часто, с семинарами проводил там семинары, вот, и в новом поколении, и у баптистов, и у писятников там на палатке, там, ну, в разных конфессиях бывал там, приглашали меня, тогда вообще в диковинку было, чтобы батюшка, значит, посещал Евангельское собрание, поэтому как бы на расхват был там, приглашали туда часто. И, значит, и в Днепропетровске тогдашнем, нынешнем Днепре, да, значит, я там был частым гостем. И так получилось, что как раз там, значит, между моими выступлениями, там я был раз, потом второй раз, а между моими приездами, там был дьякон Андрей Кураев, приезжал в русской православной церкви, дьякон. И тогда он очень ярким был адвокатом дьявола, к сожалению, оправдывал все то, что я осуждал, как раз, как ересь, он, наоборот, пытался все это как раз протащить в массы. Тоже, и так получилось, нарочно не придумаешь, в одном кинотеатре мы проводили. Представьте, мой семинар, проходят там пару недель, его семинар, и опять недели или две, мой семинар. В этом же самом зале. Притом, так получилось, нарочно не придумаешь. Больше или меньше, ну, большая часть там, ну, половина, допустим, участников были те же самые люди. И протестанты, и православные пришли. Вот это да, это кино было просто. И хотя с Кураевым мы лично так вот не дискутировали, но благодаря вот этим вопросам, запискам из зала, по моим лекциям и по его лекциям, ну, получилось некая такая дискуссия у нас такая, понимаете ли. Самый интересный момент для меня был следующий. Один из вопросов был как раз вот следующий. Дьякон Андрей, он попытался вот так и так, мол, иконы, ну, опять весь этот бред семинарский, которым нам забивали головы, промывали мозги, тогда в 80-е годы, он все это на публику выносил. Мол, так и так, мол, первые иконы от первых апостолов, мол, евангелист Лука, мол, он был еще и художником, и нарисовал Марию с натуры прям, и Мария там ахнула, благоставила этот образ. А Лука разошелся, сделал еще образ, и третий, и четвертый, разные образа, а Мария все благоставляла, благоставляла, благоставляла с десяток добрых этих икон, и сказала, что моя милость будет с этими иконами. Короче, всякие байки. Знаете, вот Шахерезад отдыхает. Вот, да, значит, Шахерезад такой. Значит, да. Одним словом, значит, все эти сказочники, все эти сказки, он давай на публику. Но публика уже была подготовлена, он-то думал, что там намеки не проведешь. Он думал, что это все, как бы, знаете ли, значит, там пройдет просто на авторитет его имени. А народ тоже, и православный, даже не лыком шит уже. Ему записочки шлют, как же так, мол, отец Диакон, там, вы рассказываете, а вот был до вас, там, значит, был там. Батюшка один писал, он говорил совсем другое. Андрей, короче, там, кипел, ну, ладно. Это еще не что. Дошла речь, а, еще там сказка, мол, не только Лука, даже сам Иисус, якобы, сделал свой портрет. Автопортрет. Да, значит, ну, такая есть легенда. Сверхало смотревшую. Он умылся, полотенчиком вытерся и отдал там этим женщинам, вот, по другой версии, художникам, которые пришли и пытались изобразить его от одного агарянского арабского правителя. Вот, значит, и, а там отобразилось лицо его. Ну, может, как лицо шахтера, знаете, вот это. Да, Донбасс. Я не знаю, но Иисус вроде бы не был в шахте, но у него был в шахте. Простой был еврей, знаете ли, рэбэ. Ну, по крайней мере, да, может, пыль, да, израильские дороги, не знаю. Одну сторону он отдал, и там отобразилось лицо его. Вот. Вот, потом, якобы, этот полотенчик принесли арабскому правителю. Арабский правитель был очень впечатлен. Повесил у себя во дворце, оно висело-висело, это изображение. Потом пришло время, там, ремонт и какого-то сняли это изображение, а там отобразился не рукотворный образ уже. О-о-о-о. Отобразилось уже с этого полотенчика там. Потом повесили полотенчик на столб, он там висел-висел, сняли, глядь, и там проявился образ уже. Короче, это что-то было невероятное. Потом есть еще другие рассказы. Но западные, они чуть отличаются от наших восточных. Западные там, они больше такие трагические какие-то. Там, допустим, Иисус, он не художникам отдавал, да, значит, а он уже на крестном пути, уже в крови, там, значит, там, ну, более как бы так вот объяснимо. Он, значит, шел, нес крест, и вот ему женщина, которые плакали, дочери Иерусалима, да, они дали ему полотенчик там, вот, значит, тот вытерся, Иисус отдал им, значит, и там отобразилось его лицо, поэтому там всегда вот на западе такое больше страдающее такое лицо изображается. Ну, ладно, факт тот, что исторический факт, против которого у дьякона Кураева просто челюсть отписала. Значит, этого словоблуда, значит, остановили фактами историческими. Он, правда, стал как уши на сковородке выворачиваться. Но дело в том, что исторический факт следующий, что до 9-го столетия подобных сказок христианство не знало. Вот, да, ой, 9-го, до 8-го, извиняюсь, до 8-го столетия, до 8-го столетия, просто в 9-м веке это стало уже каноничным рассказом, а в 8-м столетии, в 9-м, а в 8-м столетии этот рассказ появился, и самое интересное, этот рассказ, эти рассказы о Луке, якобы, и также об автопортрете Иисуса, эти рассказы были придуманы не христианами, кстати. Ну, по одной версии, все-таки христианами, но точно неизвестно. Но известно одно, что эти рассказы родились в Дамаске, во дворце дамасского халифа Абдал-Малека, арабского правителя, и его первый визирь, значит, Мансур, он больше известен как Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска, ставший впоследствии монахом христианским. В то время он был, Мансур был первым визирьем при дворце дамасского халифа. Так вот, именно его перу, этого Мансура, принадлежит тогда правителя, помощника правителя Верховного, эти рассказы. Так вот, есть разные версии, объяснения, почему родились тогда вот эти вот рассказы. У меня есть свое мнение на эту тему, но это такое больше, даже политическое объяснение такое. В то время была очень серьезная религиозная война, противостоянная, не только религиозная, вообще война дамасского халифата, значит, с Византией. И, на мой взгляд, это был один из примеров, первых ярких примеров ярко выраженной информационной войны против противника. Впервые. В Византии переживала реформацию в то время, и обновления очень серьезные. Арабы бежали с позором до самого Дамаска. Значит, и оружием здесь у дамасских халифатов, у халифа дамасского, оружием стали уже не сабли, а информационная дезинформация, переброшенная как раз этим визирем через переписчиков и монахов на территории Византии. То есть, для меня объяснением, вот на сегодняшний день, таким единственным является именно как раз введение информационной войны. То есть, сказки эти нужны были не просто как вот фэнтези, знаете, вот чтобы на ночь рассказывать халифу, а для того, чтобы провести такую дезинформацию византийского населения. Потому что реформация, сама византийская тогдашняя, и вот обновление, оно обезоруживало исламских всех идеологов и проповедников. Обвинять в идолопоклонстве уже было невозможно христиан, как прежде обвиняли. И поэтому нужно было, по сути, идолопоклонников убедить в их идолопоклонстве. Это наподобие того, что Валаам сделал с Израилем, научил воевать с евреями, каким образом вводить в грех сынов Израиля, чтобы, одним словом, посолить Израиля и Бога, чтобы можно было Израиль побеждать. Для меня вот такое объяснение, оно вполне... Хотя, возможно, я ошибаюсь, возможно, это просто больное воображение этого визиря и этого халифа, которые имели такое извращенное какое-то хобби религиозных выдумок таких. Я не знаю, короче, есть. Но все-таки склоняюсь к тому, что это было целенаправленно именно... Потому что еще какой факт интересный. Монастыри закрывались на Востоке в это время, на территории Византии. И многие монахи попадали в немилость. И они были такой, как бы, религиозной оппозицией. Как сейчас, допустим, Московский патриархат по отношению, допустим, к Порошенко, и вообще к Украине как таковой. Это как пятая колонна, как называть это... Идеологическая вот такая вот... Против-украинская такая вот идеология сама. Я не говорю, что все там священники такие. Но в целом курс именно такой вот, зала. И в то время было примерно то же самое. Оппозиционерами яркими против там Льва и Савра, Константина Капронима были кто? Монахи чаще всего, которые как раз с Дамаска получали эти вот сказки, переписанные там сотнями переписчиков и распространяли по территории Византии, убеждая людей, что не отказывайтесь от икон, смотрите, что это от апостолов войдет, от Иисуса Христа самого там и прочее, прочее, прочее. То есть, на мой взгляд, это все-таки пример идеологической такой диверсии, информационной войны. По тем временам это было очень мощным оружием. Сегодня, конечно, мы живем в век, когда уже даже неверующие люди признают, что информационная война – это самая мощная война. Вот. Да, друзья. Поэтому то, что сейчас здесь происходит, именно в семинарах по истории христианства, когда мы пересматриваем с позиции Библии, с позиции Слова Бога, это, по сути, контр-удар по царству тьмы. Это как раз вот именно помощь людям, которые запутались в этих сетях, в этом болоте. Помощь людям и реальный шанс выйти из этого болота. Я прекрасно понимаю, что это очень сложно. По себе знаю, потому что мой религиозный опыт прежний был как раз именно многобожный. Вот, церковляясь в православие и став там служителем, в 87-м году я стал читать, петь на клиросе, даже хором стал руководить в сельском храме, ну, юношей еще. И, значит, и в 88-м году уже официально, уже на зарплату, уже как бы уже начал служить там, до того, так на общественных началах чисто, вот, две души как бы, как художник. Приходил больше, помогал как художник, ну, и читал пео на клиросе. Вот, мне очень понравилось, вот, это такое храмовое богосвижение. Вот, и, знаете, вот, выцерковляясь в православие, да, я, как человек, допустим, приходя к протестантам, допустим, да, он становится протестантом, да, он выцерковляется в протестантизм, там, осваивает, там, вольно-невольно, там, определенную, там, лексику, там, значит, там, манеры поведения, там, какие-то, там, сленги, там, ну, то есть, как бы, он становится, как все, вот, больше или меньше, значит, похожим, да. Приходя к католикам, допустим, человек, он, как бы, окатоличивается, да. Но самое интересное, я заметил, что ни у протестантов, ни от протестантской церкви, ни от католической, ни от православной, человек не может стать христианином. Христианином можно стать только лишь от самого Христа. Не от церкви, не от конфессии, даже от самых красивых, там, библейских обрядов. Не от мессианского служения, не от какого-то другого. Верующим, да, возрожденным только лишь один Христос. Первые вот эти еврейские апостолы очень четко подметили и декларировали, да, символ веры свой, апостольский символ веры. Они говорили так, что ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Это они как символ веры исповедовали, и не только исповедовали, но они жили так. И они понимали, о чем идет речь, потому что, действительно, это камень, да, соблазна, преткновение, да, безусловно, увы, и до сих пор так, но с другой стороны, это камень драгоценность, для верующих это драгоценность. Вот, и христианинам по-настоящему-то нельзя стать, ни в православии, ни в протестантизме, ни в католицизме, а в самом Христе. В самом Христе. Я знаю христиан, которые стали христианами, не знаю никакой конфессии, абсолютно. Вот, в Грузии у нас там один брат, чечен. Ему Иисус просто, Исаия вился просто на горе, он был в ваххабитском тэпе, в первую чеченскую русским там салатом голову резал, воевал, значит, ну, как бы там была война очень жесткая. Вот, и ему Исаия вился просто на горе, он был в дозоре, охранял свое село, и когда Исаия в явился Иисус, то это одна встреча, одна встреча произвела полностью всю перемену в его жизни, полностью, ему не нужно было там проповеди, там что-то еще, он не знал никого из христиан, кроме тех, которых резал, значит, там и все. Вот, а хотя бы молодой человек был, но как бы вот воинственный такой юноша, вот, и, ну, как молодой, чуть помоложе меня, значит, и, знаете ли, самое интересное, он, значит, по-русски правду плохо говорит, но вот из того, что и переводили его потом братья, он в Грузии, там, в Руставе, в церкви, значит, там потом в Тбилиссе был в церкви, который рассказывал, интересно, свидетельство такое, вот, сам небольшой такой, рыжий такой, коренастый такой, значит, и рассказывает, что Исаия вился, когда, вот, это все полностью поменяло его мировоззрение, полностью, что он не такой, каким его представлял, он там или другие люди, что не просто пророк, что он спаситель, вот, он оставил там автомат свой, все оставил там на посту, и пешком ушел в Грузию, ну, там недалеко, там, перевал переходишь уже в Грузию, пришел в Грузию, стал искать христиан, но знал, что грузины, христиане, они близки к чеченам по культуре, по многому всему, вот, но искал христиан, заходил в храмы, а там мерзость, ну, для него это мерзость, там, то мощам поклоняются, иконы целуют, он стал, зашел в один храм, другой храм, разочаровался, вот, Исаия явился ему совсем по-другому, и он стал спрашивать, говорит, этих вот, грузин, а где есть такие церкви у вас, где, ну, не целуют иконы, где-то, где мертвым, мне это мерзко, ну, такие есть христиане у вас, это секты, что ли, какие-то, вы объяснили, ну, ну, секты хотя бы, подскажите мне, вот, какие-то таких вот верующих, ну, там посмотри, там посмотри, ну, как бы, не вот такие храмы, а вот такие, простые дома какие-то, посмотри, значит, походи там, он там наших братьев, там перепугал, начали, значит, какой-то ваххабит, ярко выраженно ходит, там, и вынюхивает, что за христиане, которые иконам не поклоняются, думали, это вынюхивает, вот, а он, значит, искренно спрашивал, как раз, вот, потом братья поняли, что он не со зла это делал, а вот, ну, как бы, сам пережил Бога в своей жизни, а сейчас такой евангелист, вообще, вообще молодец, ходит там, благовествует всем, там, мусульманам, все христиане, все благовествуют, вот, одна встреча с Иисусом, все полностью переменило в жизнь, кстати, он рассказывал, первого христианина, которого он обнял, был русский, в этом собрании, представляете, пришел, вот, это, в жизни никогда не подумал, что он русского обнимет, ну, как бы, понимаете, для него это был такой шок, когда он, он потом только уже отошел, после собрания, он понял, кого он обнял вообще, первого, раньше голову только резал, как бы, значит, ну, для него это, ну, мерзость была, а здесь, как брат обнял, он, то есть, Иса, Иисус, да, сделал такую перемену в нем, что даже он не заметил, как, ему не надо было там, проходить какие-то семинары, там, освобождение, там, значит, полюбить русских, я люблю русских, люблю русских, нет, просто Иисус в нем, он обнял этого человека, он потом только сообразил, что Бог сделал вообще, рассказывал такие вещи, вообще, ну, то есть, понимаете, когда Бог живо приходит, это не идеология, это не просто, значит, там религия, да, слава Богу, да, друзья, и, да, хорошо, давайте я сделал перерыв, пока чай подпеться, потом еще один урок у нас будет, да, да,